Итак, ребята, всех приветствую! Мы продолжаем наше прохождение. В прошлой серии мы отправили Кима арестовывать Колосье. Ну, точнее, мы её арестовали, он отправился её отвозить в тюрьму. Вот, и в связи с чем сейчас мы будем достаточно, я думаю, долго шататься одни, потому что Ночь Среды самая важная, нам нужно успеть вообще прям миллион-миллион дел. Вот, так что не знаю, как мы это всё успеем. В идеале нам нужно поговорить сейчас с Курягой вот этим, потом сходить в церковь, потом позвонить тому, в общем, полно дел. Один только квест с церковью, там, часа только на два, на три. Ну, скорее всего, я его там буду отчасти проматывать, но как будто не было, он один из самых долгих в игре. Ладно. Ну что ж, я готов, погнали. Да-да. Вы меня ищите, жандарме? Человек, которого ты ищешь, стоит рядом. Надо поговорить с ним. Ладно, забавно. Жандармирия, вы нашли меня. Его стройную фигуру подсвечивают городские огни. Далёкие улицы и автострады сверкают, словно бриллианты. Пятничное настроение. Похоже, он сегодня в хорошем расположении духа. И его рубашка до сих пор расстёгнута. Я понял твой намёк. Нашёл ключ прямо под тем камнем. Чудесно. Так, вы здесь, чтобы снова всё наладить? Так, что ж... Не просто наладить, а вывести на сногсшибательный уровень. Чудесно. У меня для вас хорошие новости. Сегодня у меня мой воскресный друг. Я рассказал ему про вас, и он хочет поздороваться. Заходите, он уже ждёт. Ага. Это в эту ночь с ним поговорить можно. Я что-то как-то подзабыл. Ладно. Кстати, отсюда вид просто отпадный. Хотя нет, сегодня же пятница. У меня пятничное настроение. Да. Настроение конца недели. Волшебная картина. Белый снег падает на чёрном фоне. Но это не он сказал, это так. Описание происходящего, что картина достаточно волшебная. Окей. Зачем мне встречаться с твоим другом? Доверьтесь мне. Ага. Вам понравится. Кстати, вид отсюда просто отпадный. Ага. Это почему я выбрал этот место. Мартинес особенный, правда? Мартинес особенный, правда? Ну да, ну да. Очень хорошо, я поговорю с ним, но сперва хочу поговорить с тобой. У меня много вопросов. Это мило, но мне правда нечего вам сказать. Вам нужен мой друг, а не я. Он вновь затягивает со своей сигаретой без фильтра и осматривается. Становится темнее. Одно с другим загораются соседние окна. Внизу кошка проходит по двору и исчезает в кустах. К тому же мне пора бежать. Он снова оставит тебя в одиночестве? Это грустно. Это куда ты собрался? В город. Угу. Сегодня чудесная ночь. Мужчина на высоких каблуках вываливается из двери подвольного клуба. Музыка гремит на весь район. На улице свежо. И когда вещества попадают в его нервную систему, кожа покрывается мириадами мурашек. Только если ты пообещаешь, что мы еще раз поговорим, это важно. Мы поговорим. Просто не сегодня. Берегите себя, хорошо? Ага, берегите себя. Ладно, что ж. А куда он? Туда куда-то ушел. И он снова ушел. Похоже, это входит у него в привычку. Он куда-то туда уходит, потому что сюда-то он не заходил. Что ж, что ж. Даже не знаю, что я хочу больше. У меня слишком много, как бы, конечно, того, что весьма плохо прокачено. Пусть будет болевой порог. В этом прохождении я больше, немножко, физические параметры подкачиваю, нежели в своем первом. А, мы же здесь, кстати, да, халат возьмем. Драма, электрохимия. Господи, божественно. Как видите, по правительственным делам мне приходится бывать по всему Ревошолю. Да? Ну, как скажешь. Собрали полный себе китайский сет. Странно, а почему пакет у меня подчеркнут? Там же ничего нет. Где же я ничего поднять не могу? Так, что ж. Давай знакомиться, дружок-пирожок. Сотрудник Ревошольской гражданской милиции. Ага, это я. Ты не должен был видеть его в такой интимной обстановке. Почему-то кажется, что этот человек по отношению к тебе вышестоящее лицо. Вышестоящий? Но он не входит в цепочку командования. Меня зовут Шарль Вильдруа. Я чиновник в коалиционном правительстве. Я работаю на институт стабилити цен по заданию Сюр Ля Кле. Угу. Что ж. Я слышал, как вы говорили снаружи с моим другом. Замечательно. Супер. Я готов помочь вам, как только смогу. Спросите меня о повешении. Нет, сначала задай ему какой-нибудь невинный личный вопрос, чтобы начать разговор в верной тональности. Да, покажи ему, что ты здесь диктуешь условия. Да, да, давай его вздрючим. Кем он себя возомнил? Подсказывать тебе? Подсказывать тебе? Прежде чем мы начнем, я просто обязан поинтересоваться, что это за удивительный балдахин. Ах да, у моего друга талант доходить такие вещи. Он отказывается говорить, где я пришел. Это мистерство. Он отказывается говорить, где достал кровать, утверждает, что это тайна. Кажется, такие называются индустриальными. Она очень удобная. Собственно, это все, что я могу рассказать. Так себе вышло. Что это было? Ты должен был его вздрючить и не делать комплименты обстановке. А давайте его вздрючим, че нам? Там, может, есть мой любимый вариант, типа «Я здесь закон». «Я здесь закон». «Я здесь закон» «Нет, да, да. Давайте удариться с ним. Кто считается, он держит тебя? Здравствуйте, господин Вильдруа, давайте начнём. Конечно. Давайте просто сказать, что у меня была очень эмоционально насыщенная неделя. Так, вы видели расправу своими глазами? К сожалению, это так, офицер. Он не видел повешения, он видел маленький спектакль парней Харди. Пусть говорит, возможно, знает больше, чем сам осознаёт. Угу. Не потому что ли вы это и сделали, господин Вильдруа? Потому что я это сделал? Лучше не беси меня, писак, а ты это сделал, не отпирайся. Это ещё что значит? Отступись, сейчас же. У него дипломатическая неприкосновенность. Нет смысла обвинять его в преступлении, которого он не совершал. Это значит, что твоя игра закончена, урод, закон, это я. Я этого не потерплю. Как вас зовут? Вот я лишу вас удостоверения. В этих краях меня зовут Текила, Текила Сансет. Что это ещё за имя такое? Вы позорите себя из службы. Вон отсюда, немедленно. Помнишь, что у парня, Эйса Ульстерберга, он подпирает дверной косяк, а его лысый напарник склоняется над выдвинутым ящиком с папками, которого выперли за то, что он на дипломата, за то, что он дипломата арестовать пытался, вспоминает лысый. То есть официально ему выперли за то, что он бухой в жопу на работу явился. Но если он бухим в жопу не полез бы на готвальского посла, то, может, и обошлось бы. Лысый, прищурившись, глядит на папку, потом кладёт её обратно в шкафчик. Новый ящик открывается с пронзительным скрежетом. Он поворачивается к рыжему в дверном проёме. А что это ты вдруг про него вспомнил? Да не знаю, как-то в голову пришло, отвечает Тоддер. В архив заходит женщина в полицейской форме. Дай пройти, Честер. А где сейчас этот Эйс? Спрашивает лысый офицер. Да работает в службе безопасности у одного бюрократа. Вмешивается женщина. Да ладно, удивляется рыжий. Как он это провернул? Семейные связи, наверное. У него есть в департаменте стандартов и бетоник. С этими словами женщина забирает из шкафа серую папку и уходит. Ага, ну ладно. Да, это было забавно. Такой диалог я ещё не проигрывал, но всё-таки я попытаюсь с ним как-то поговорить. Хоть по факту он мне ничего полезного не скажет. Я уже в принципе, что всё дело распутал, может сказать. Офис. Ишь, цыпь. Моя имя? Я слышал. Да, да, да. Давайте... Конечно. Пожалуйста, мне просто сказать, что это было эмоциональное время для меня. Угу. Я извиняюсь. Он не видел стандартовку. Он видел маленькое шоу, скрепленное по Харди. Так, ладно, погнали. Описать то, что я видел той ночью, будет не просто офицер. Тогда всё казалось мне сюрреалистичным, словно в спектакле. Он протягивает вперёд руку и раскрывает ладони. Как преподаватель актёрского мастерства, который задаёт сцену. То есть это было увлекательно? Нет, нет. Я хочу сказать, что это было так странно, что я едва мог поверить, что всё это происходит на самом деле. Я был на балконе, когда всё это случилось. Дышал воздухом. Помню, как сначала они превращили напоминающий тело куль. А потом во всех окнах вокруг начали задёргиваться занавески. Тогда-то я и понял. Я не должен был этого видеть. Ага. Благодарю, думаю, картина нам ясна. Было ещё что-нибудь необычное? Только то, что их было 8 или 10. Точнее, в темноте было не рассмотреть. И что было очень тихо. Это была самая тихая расправа, о которой я когда-либо слышал. Не говоря уже о том, чтобы слышать самому. Но я подозреваю, что вам это уже было известно. Неудивительно. Сотрудники и сотрудницы РГМ не даром славятся своей репутацией. Угу, это мы, да. И что такое чиновник, как вы, делает в Мартинезе? Коалиция стремится достигнуть стабилиты цен. Инфляция — это убийство, как болезнь сердца, нарушающая циркуляцию экономики. Её нужно контролировать. А экономика влияет на всё международное сообщество, так что и контроль за ней должен быть международный. Ага. Хорошо, что вы делаете здесь, в этой квартире? Ах, я здесь делаю ремонт. Очень интересный проект. Это здание было 12-этажным небоскрёбом, пока четыре верхних этажа не снесли из пушек. Конечно, это случилось, когда здесь высадились силы коалиции. Можно сказать, что я частично компенсирую материальный ущерб, который нанесло международное сообщество, когда мы появились. Значит, вы какой-то бюрократ. Да, как я уже говорил, я уполномоченный из Сюреля Ля Клей, работаю на Институт Стабилити Цен. Это один из главных проектов Моррел Интерна. Стоп, такое. У них действительно есть Институт Стабилити Цен? Или, может быть, господин с этими моралистами... Господи, с этими моралистами, не пойми, шутят они или говорят серьёзно? Ладно. Что за международное сообщество? Ля Коммунете Интернационале. Так ревошольцы в разговорах называют коалицию. Другими словами, союз наций, остановивших решительную революцию. Угу. И как мне тогда назвать коалицию? Технически говоря, своим работодателем, правящим органом ревошоля. РГМ — это одна из структур, входящих в эту временную администрацию. Угу. Ладно. А что такое Стабилити Цен? Это самая важная штука на свете. Угу. Это мне ни о чём не говорит. Это главная цель любой разумной монетарной политики. Поддерживать Стабилити Цен крайне важно для сохранения высокого уровня экономической активности. А она, в свою очередь, позволяет бороться с безработицей. И это ключевой фактор для поддержания Стабилити Цен. А нам какой от этого толк? Возьмём, к примеру, хоть хлеб насущный. Слишком высокая инфляция, и хлеб становится вам не по карману. Слишком... Слишком высокая дефляция, и он такой дешёвый, что пекаре нет смысла работать. Поэтому Институт Стабилити Цен работает над тем, чтобы держать инфляцию чуть ниже 2%. Ниже 2% чего? Но не сильно ниже. Нет. Сильно ниже — это тоже плохо. Должно быть ниже, но не близко к 2%. Чё к чему? Вы вообще не отвечаете на мои вопросы. Коалиция убеждена в том, что общественность обязательно нужно информировать о важности Стабилити Цен. Прозрачность — один из наших принципов. Хотите взять информационную брошюру? Давайте. Козумная монетарная политика необходима для борьбы с неопределённостью. Стабильность — это reason data, moral interna. Вот почему я определяю себя как моралиста. Увы, брошюра у меня сегодня не с собой. Очень жаль, но вы можете позвонить на нашу справочную линию. Моралинтерн выступает за доступность информации, исходя из принципов открытости. Что к чему? Ладно. Я раньше слышал о Моралинтерне, но хочу узнать больше. Международная организация моралистов. Моралистический интернационал. Институт Стабильности Цен — одно из его многочисленных детищ как коалиция. То есть вы моралист. Разумеется. А я моралист. Но вы цените свободу? Вы верите в нормальный стабильный мир, в котором правят демократические ценности? Мартинес не кажется мне ненормальным, нестабильным. Мартинес? Нет. Мартинес — это нечто другое. Ладно, а что насчет остального Ривашоли? Он считается нормальным миром? С Ривашоли всё сложно. Здесь временное правительство. А это значит, что до полной демократии ещё надо дойти. Но движение вперёд есть. У вас отлично получается. Если говорить относительно, то... Ага. Понятно. Если говорить относительно, то всё получается. Угу. У меня такое ощущение, что всякий раз, говоря с людьми, я выбираю вариант 4. Ничего из перечисленного. Это и есть морализм? А этот вариант 4 обычно самый разумный ответ? Разумный ответ? Обычно он самый скучный. Не скучный, друг мой. Ответственный. Морализм — это компромиссы и достижения достижимого. Это прагматичная, реалистичная и уравновешенная идеология. Идеология для тех, кто делает дело. Вы из тех, кто делает дело, друг мой? Мне кажется, что да. Впрочем, достаточно этих чудесных разговоров о политике. Вы хотели спросить что-то ещё? Угу. Расскажите мне про Сюр-Ля-Клео. А что рассказывать? Это современная ургманизированная страна, которая находится на первых строках индекса человеческого развития и свобод. Но в основном она известна как административный центр ЭПИС. Кроме того, это щедрый спонсор развивающихся наций. Рива Шолли — один из немногих её любимчиков, чей прогресс она поддерживает и ценит. Любимчиков? Не может же это быть официальным термином. Угу. А что делает Рива Шолли любимчикам Сюр-Ля-Клео? То, что значительная часть Рива Шольской структуры ведёт своё начало именно из Сюр-Ля-Клео. Ваш ежедык, ваш народ и даже ваша кухня. По крайней мере, в центральной области Дельта. Джемрок и другие части Международной зоны счастливо избежали любви жителей Сюр-Ля-Клео к фрикаделькам и картофельному пюре. Угу. А, мой друг. Славный молодой человек. Его семья приехала сюда из Кедры. И жизнь обходится с ним сурово. Но он понимает, насколько должно получить образование. Он взял будущее в свои собственные руки, и это главное. А что такое Кедра? Кедра? А, это кандидат в члены ЭПИС. Но, между нами говоря, её потенциальное членство вопрос довольно спорный. Ага. О чём это вы? То, что этого никогда не случится. Они начали переговоры в 21-м году, и с тех пор всё только откладывается. Что за ЭПИС, о котором вы говорите? ЭПИС? Это совершенно особая программа, которую разработал Морелинтерн для поддержки ряда акцидентских наций. Она выросла из единой системы меры весов, которая снискала огромную популярность. Они только килограммы и сантиметры, куда ни кинь взгляд. Ох, как хорошо, нет ничего лучше стандартизации, основы рациональности и торговли. Успех был таким, что мы расширили программу доэкономического союза и по производству стали, и вновь успешно. И только между нами Морелинтерн воодушевлён этими успехами, настолько, что готов вывести ЭПИС на новый уровень. Угум. Что это за новый уровень? Наднациональный политический альянс, Соединённые Государства Акцидента. Так, и что там будет, как здесь? То есть, как в Ревашоле? Нет, это будет прозрачная демократия. А Ревашоль войдёт... Ага. А Ревашоль войдёт в ЭПИС? Когда-нибудь он обязательно станет кандидатом в члены, я в этом не сомневаюсь. Вот только вот кандидат в члены полноправными членами не становится, не так ли? Разве вы не говорили, что кандидаты никогда не становятся полноправными членами? Нет, нет. Кандидаты становятся членами. Иначе к чему надо было бы вообще придумывать всю систему? Просто на это нужно время. Время и тщательная оценка. Но мы говорили о моём друге, а не о политике. Ага. Понятно. Как вы подружились? А как вообще люди становятся друзьями? На Астровалийской изоле бывает не сладко. Нефтяные платформы, пылающие в ночи. Гражданские войны, растянувшиеся на годы. Наконец, международное сообщество было вынуждено вмешаться. А о чём вы говорите? При чём тут дружба? Друзьями так не становятся. Миллионы людей таким образом оказались там, где оказались, и повстречались с теми, с кем встретились. Я сам попал сюда именно так, и мой друг тоже. Понятно. Вы так и не сказали мне, кто он такой. Кто он, простите? Ваш друг, курильщик с балкона. Мы как раз о нём говорили. Но я ведь уже говорил вам, офицер, это талантливый молодой человек, который стремится получить образование. Образование — фундамент нашего будущего, особенно в области искусств. Креугольный камень нашей цивилизации. Ладно, как его зовут? Вы должны понимать, офицер, я не могу выдавать вам столь личные данные. У вас наверняка есть свои методы и база данных, правда ведь? Не ставьте меня в неловкое положение. Он глубоко погрузился в изучение изящных искусств, да. Как будто мало ты ещё тому парню завидовал. Каких искусств? Он поистине свободная душа, ему нравятся все искусства. Может быть, графический дизайн, печатная графика. Кто знает, для талантливых юноши вроде него открыт целый мир. Угу, понятно. А что вы делаете в этой квартире? Просто любуюсь видом. Так ремонт или видом? Каким видом на улице темно? Послушайте. В соседней квартире плачет ребёнок. Чей-то ребёнок плачет. Нет, вы послушайте. Островалийский залив. Я спрашивал о вашем друге. О, мой друг приходит и уходит. Уверен, вы его тут встретите. Он настоящая хлопотливая пчёлка. Аббизи-би? Аббизи-би? Попотливая пчёлка? Какой странный выбор слов. Вы узнали у меня всё, что хотели? Боюсь, что после того, как вы уйдёте, мы уже больше не сможем поговорить. А почему? Дипломатические протоколы не рекомендуют должностному лицу в моём положении обсуждать убийство с местными стражными порядка. К тому же, у меня мало времени. Когда вы уйдёте, я тоже отправлюсь по делам. Его тревожит другое. Человека и его положение не должны видеть в бедной квартирке некого юноши посреди ночи. Я никуда не ухожу, просто хочу осмотреться в квартире. Конечно, без проблем. Здесь очень красиво. Скажите, если у вас будут ещё вопросы. А они будут. А если бы я сказал, что в Мартинезе есть беглый преступник из Морелинтерна? Преступник? Можно добавить, гипотетически. Беглый преступник? Ну, я бы ответил, что это плохо. Очень плохо. Не супер. О каком именно преступлении вы говорите? Выброс мусора в неположенном месте. Ну, например, промышленный шпионаж. Это крайне серьёзно. Может быть, промышленный шпионаж технически не запрещён законом в Ревашоле. Но во всём мире это очень серьёзное преступление. Он нарушает ряд международных договоров. В частности, первое соглашение Ля Шерд. И преступника надо немедленно передать в руки МПС. Вы его уже задержали? Стой, прежде чем что-то делать, подумай о последствиях. В каком смысле? Ты не подумал, какого придётся классе? Если сдашь её, то уже никогда не прижмёшься к тому прелестному юному телу. Ой, да. Тебе не должны заботить чувства преступницы. Ах да, если сдать её МПС, у неё будут большие неприятности. Тебе решать. Мужчина выжидающий смотрит на тебя. Свалить это на кого-то ещё? Это же шанс, ваш мессир. Кому из врагов вы желаете печи всего насолить? Глава профсоюза Докеров. Гард. Вы найдёте его перекрёстко с круговым движением. Изображает из себя водителя грузовика, причём расиста. Блин, я бы, вот честно, Эврара Клэр бы сдал чисто фана ради, но только после того, как бы он мне пистолет вернул. Ну, попробуем. Эврара Клэр? Вы точно ошибаетесь. В смысле, вы что, встречались с Эвраром? Именно, встречался. Единственное, от чего Эврар бегает, так это от тренажёров. Кроме того, в некоторых мини-раззатых странах Морр-Линтерн может сквозь пальцы смотреть на местные обычаи. Обычаи? Это систематическая и наглая коррупция? Обычаи — это вполне пренебрежение верховенством закона? Я упомяну в отчёте о вашем сообщении, но боюсь, что его забудут в шкафчике где-нибудь в Мирве и так и не прочитают. Очень жаль. Да, согласен. Ну, не важно. Теперь, есть ли еще что-то, что вы хотели разговаривать? Понятно. Не удалось нам сдать Эврара, к огромному сожалению. А если бы я сказал, что в Мартинзе есть беглый преступник, да? Эй, я так патистически говорю. Ну, что же, какого типа уничтожения этого экстрим-корпоративного преступника? Стоп. Прежде чем ты делаешь ничего, осознай, ты не любишь кого-то, чем ты? Затем ее сейчас, и ты не обманываешься с чувствами правильного преступника. Это твой человек, который смотрит на тебя, ожидательно. Что же, очень хорошо, замечательно. Позвольте от имени Марлин Терно поблагодарить вас за службу. Вот и всё, с ней покончено. Прощай, классия. Это большое облегчение. Неприкосновенность коммерческих тайн основа международного порядка. Я непременно упомяну о вашем вкладе в отчет. Хорошо, что в Ревашоле есть такие полицейские, как вы. Хм. Это моя работа. Вы делаете честь, РГМ. Будь в Ревашоле больше таких граждан, вас, вероятно, давно бы уже взяли в Эпис. Он почему-то считает это за комплимент, а не сходительная высокономерность. Теперь, что это закончилось. Есть еще что-то, что бы ты хотел разговаривать? Конечно. Всё. Покончено. Ага, снег пошел. Что ж. Чё там, батя Куна не проснулся? Поговори со мной. Ты хоть жив? Понятно. Ты прям попаша Куна? Ага, понятно. Это Куна через 30 лет злоупотребления алкоголем и химией. Да, я ожидал чего-то пострашнее. Нет ответа. Ноктурн. Его полно открытые глаза дают ему виду, что... Фокк... Ебаные кипты, пидоры Ладно, тебе помочь? Понятно, ничего интересного Попотыкали его, но он не просыпается Привет снова, офисеры Ты пришел, чтобы обмирать мою мюраль? Тайный радио помех, найдите Угу Думаю, вот куда мы сейчас пойдем Криптозоологом или в деревне там болтать Ну, там и там долговато, конечно В обоих случаях дел там полно Начнем тогда с Джойс Если вы не против, я оставлю кордолет в канале Возле пирса слишком мелко Да, мадам, и кстати, это причал Ну конечно, причал Между причалом и пирсом я всегда выберу причал Манера ее речи пробуждает желание всем сердцем петь О, Джетти, о, Джетти Печально произносит она в ответ Приятно встретить вас здесь, детектив Я вот только что прибыла Ага Мне срочно нужна помощь, не тремни на разговоры Ладно, что привело вас сюда? Да ничего особенного Я наблюдал за этим причалом уже несколько недель Решила наконец осмотреть его лично Насколько мне известно Это скопление зданий не нанесено ни на одну из официальных карт Да, а еще она наблюдает за тобой Вы шпионили за мной? Ну слово шпионить такие негативные коннотации Однако я наблюдал за тем, как вы Продвигаетесь по побережью и решила Что смогу оказаться более Оказать более эффективную помощь отсюда А еще эта ситуация с мелкой хулиганкой Старушечьей одежде Она пригрозила, что выкрасит кордолет в красный цвет В цвет крови, понимаете? Ну а мне нравится нынешний цвет Белый Что это такое? Порча частной собственности? Хулиганство? Жестокое обращение с пожилыми? И кто эта хулиганка? Так, ну-ка Не нужно Мы с Ильен Ладим гораздо лучше Начнем с того, что она понимает, что такое аренда Ага И как вам здесь? Ммм Как мне здесь? Как мне здесь? Из вень щитовых жёлоб падают капли воды В такт им скрипит причал под ногами Картину дополняет запах соли и собачьего дерьма Здесь царит вызывающая бедность У улицы нет названия Все мужчины умерли или пропали А это то, что... А это что там? Остав мотокареты? Я удивлена, что эта женщина до сих пор не предала меня мечу Может это ещё впереди? Лучше спрашивайте меня, пока можете Её тёмные глаза исследуют побережье Скользя по направлению к Мартинезу В ножнах на поясе полоска тусклого металла Меч Ветер шумит слишком сильно, чтобы она могла что-нибудь расслышать Ладно Время политики Давай Прореагируем Настоящие мужики Настоящая политика Настоящие мысли в твоей голове Вам ничего не угрожает Рабочий класс не имеет ни малейшего понятия о происходящем Это так Над тобой скручиваются кучевые облака, образуя что-то вроде лоскутного одеяла Ветер рвёт и тащит их в сторону залива Тени от облаков скользят по развалинам западного ревошоля Там, где они проходят, температура не слишком значительно, но ощутимо падает Сейчас ранняя весна, скоро начнутся дожди В низкую хижину из камня и дерева заходит офицер Внутри, возле стены, ворох оружия Винтовки с истрёпанными прикладами и мечи Десятки, если не сотни Это антиквариат Говорит лейтенант Джон Архетип Маккой своему напарнику Это оружие выкапывают из катакомб Чинят Наследие революции Дети их выносят В мае улицы затопят Липкие створки стучат по порывам ветра Затопят дешёвым оружием В недобрых руках Я вам рассказывала историю о том, как открыла это место? Эту рыбацкую деревню? Нет, островолийскую изолу А что такое изола? Значит, я так полагаю, вы не знаете Нет, вы мне не рассказывали, как её нашли Вы ничем не отличаетесь от большинства местных жителей На восточном берегу уровень грамотности около 45% 50 лет оккупации загнали людей в забвение нищеты Забвение это в моем духе Я знала, что вы поймёте Большинство ревошольцев никогда не узнают, в чём значение этого места Нашего дома, острова матери Или зачем их вообще сюда перевезли Напомните мне как-нибудь вам рассказать Что ж, чем я могу быть полезна в этой новой локации? Расскажите мне сейчас, у меня есть время Я слышала, что у вас появился подозреваемый, и вы его преследуете Это повод для осторожного оптимизма Мне бы не хотелось вас задерживать Об этом она расскажет только перед тем, как покинет Мартинес в самом конце своего визита Может быть, я могу чем-то полезно, пока вы идёте по горячему следу Угу Так Кстати, я нашёл своё удостоверение Вам удалось найти его, вот это да Она запоминает номер твоего удостоверения Привет, с вами познакомиться Лейтенант дважды Ефрейтер Дюгоа Я рада, что за дело взялся профессионал Ситуация у нас плачевная С удовольствием О, ой С удостоверения тебе на руку шлёпаются водоросли Они пахнут рыбой Чем я могу вам помочь, лейтенант Ефрейтер? Можете поделиться со мной тем, что знаете про самосуд, раз уж я предъявил вам удостоверение Ситуация немного изменилась, лейтенант Когда вы пришли без удостоверения, сообщила своему работодателю о предстоящей проверке Я не могу не выполнить свои обещанные перед компанией Насколько мне известно, водители всё ещё на перекрёстке Я расскажу вам всё, что знаю, как только вы разберётесь с ними Вы с самого начала так планировали Я планировал поделиться информацией В сложившейся ситуации я смогу это сделать только после того, как сообщу своим работодателям, что вы выполнили свою часть сделки А я всё-таки надеюсь, что вы её выполните Всё очень серьёзно Перевожу Она располагает сведениями, которые повысят ставки в этой игре Насколько критичной может оказаться эта информация? Чем скорее вы проведёте проверку, тем скорее я смогу поделиться с вами важной информацией А теперь скажите, могу ли я вам чем-нибудь помочь, пока вы её проводите? Может быть, чаю? Да, чаю я хочу Так, мне уже доводилось слышать о какой-то сложной операции, всё сходится Рада слышать этот детектив Уверена, в скором времени вы разберётесь, что всё это значит Она просто кричит Она даже не просит тебе ничего Это так легко, чтобы просто сказать Я помог сделать ему борщ ещё горячее Правда? И что это за борщ он такой варит? Эм... Его готовит повар, и в это варево позволяют поддерживать определённый уровень алкоголя в забастовщиков Помогает им бастовать Варево для забастовщиков Классика Я полагаю, под словами сделать его погорячее вы имеете в виду, что добавили в него ещё больше алкоголя? Да Могу я спросить, зачем? Зачем делать их ещё пьянее? По-вашему им нужно ещё больше алкоголя? Есть множество способов восславить алгуля Простой акт солидарности с работягами, я лишь подлил масло в огонь борьбы Очень интересно То, что вы сделали, очень интересно Что ещё? Он попросил меня открыть для него одну дверь Хотите сказать, он попросил вас о рекомендациях? Полагаю, речь шла о рекомендациях для РГМ Нет, я имею в виду, что он попросил меня открыть обычную дверь в квартиру одного человека О боже, обычную дверь? Ммм Это было необходимо, я получил информацию важную для дела Рада за вас, атактив Я работаю... Ой, я работаю, да В работе полиции мало приятного, однако, похоже, вы сделали то, что было необходимо Разум переговорщицы не способен постичь, что ты ничего не попросил взамен Угу Самосуд организован воинственно настроенным крылом профсоюза Ммм Допустим Да, их называют парнями Харди Честно говоря, я нахожу это название слишком забавным Эврар говорит, что Уайлд Пайнс отправили наемников, чтобы разобраться с профсоюзом И теперь один из наемников мертв Компания не отправляла наемников, чтобы разобраться с профсоюзом Я вам уже во всех подробностях поведала об ошибках, допущенных с нашей стороны И, разумеется, я их полностью признаю Я лишь надеюсь, что вы не разделяете взгляда Эврара на ситуацию В конце концов, как он и сказал, один из наемников теперь мертв Уайлд Пайнс ведь никого не убивали И мне хотелось бы, чтобы так оставалось и дальше Хочет добавить она, но не добавляет Посмотрите-ка, кто это у нас тут внезапно занял оборонительную позицию Так, Эврар приказал воинственно настроенному крылу профсоюза оказать полное содействие в ходе расследования Как великодушно с его стороны Надеюсь, они помогут вам разобраться с этим делом Или уже и так помогли Эти воинственные ребята указали мне на одного подозреваемого Похоже, вы все-таки... Вам удастся раскрыть это запутанное дельце Какой-то часть из тебя очень нравится, как она сейчас на тебя смотрит Кажется, вы вообще не переживаете развитие этого конфликта Я бы не сказала, что Эврар из тех, кто будет попусту потрясать кулаками Рядом с ним в этот момент были члены профсоюза, которых он... Рядом с ним были члены профсоюза, которых он хотел впечатлить? Нет, больше всего было похоже, что он втайне хочет, чтобы стало еще хуже Вы правы, возможно, он просто разыгрывал переданной спектакль О да, Эврар большой любитель представлений Воистину, умение... Умение... Оружие показать всегда превыше показать себя Умение Могли бы мы это осознать еще когда с ним ранее общались Хотя и это быть могло игрой Быть может он мной манипулировал Я подумаю над этим, детектив Спасибо, что поделились этим со мной Это приводит ее в замешательство Она внезапно задумывается Сложно сказать о чем Неужели я недооценивала напористость профсоюза? Наверняка Такие вопросы сейчас приходят ей в голову Того, что вы сказали, вполне достаточно Вы подкинули мне немало пищи для размышлений И, возможно, помогли предотвратить экскалацию конфликта Ты слышал, это герой Какое приятное чувство, да? Тебе стоит почаще делиться с людьми секретной информацией Так, он попросил меня доставить один конверт Звучит, как будто выполняет для него мелкие поручения, детектив Хорошо отработанный ритуал подчинения Куда он просил вас отнести этот конверт? Сюда Сюда? О нет Что этой жирной крысе нужно от моей маленькой шлакоблочной деревушки? Совершенно очевидно, что она уже сроднилась с этой деревушкой Каким бы странным это ни казалось А что ей здесь нужно? Нет, не отвечайте Я не хочу знать, что он приготовил для этого места Может, статую? Это ведь статуя, да? Гигантскую статую? Самого себя или еще лучше своего брата-близнеца? Это почти одно и то же Но так он будет меньше похож на психопата Угу Он хочет построить здесь молодежный центр для детишек Мартинеза Молодежный центр, увенчанный статуей Эдгара Клэра Угу Влага пробирает степ от кожи Ты Отслеживаешь ее взгляд Он проходит сквозь Рыбачку в сторону бетонной площади безымянной деревеньки Стоящей на берегу Мартинеза Угу Так, закрыть глаза Бетонные плиты пересекаются, образуя абстрактные фигуры, среди которых видны небольшие следы Отпечатки, оставленные резиновыми сапогами Маленькими резиновыми сапогами Ну так вперед, помогите ему, пусть сделает это Я не в силах ему помешать А, мадам, а какой у вас размер обуви? Что? 35-й? Думаю, а что? У меня очень маленькая нога Эти следы, точные ее Ага, вам очень нравится эта деревенька, правда? Не без причин В юности у меня был один кратковременный роман здесь, в Мартинезе Он был старше, у него были невероятно широкие плечи Вероятно, теперь его уже нет в живых Даже его хижина не сохранилась Не то чтобы это имело какое-то значение Эти здания точные копии друг друга Вы бывали в Мартинезе раньше? Да, мы тут с подружками пробовали простую жизнь на вкус У нас были яхты Не судите строго, но у моего возлюбленного яхты точно не было Похоже, вы скучаете по тем временам Да не то чтобы скучаю, это ведь было не единственное место, куда мы, я и мои подружки из Озона отправлялись на своих сверкающих яхтах, словно какие-нибудь пираты Мы считали себя худшими из событий, последовавших за высадкой коалиции в восьмом году Представляете? Она очень сентиментальна Ты знаешь ее недостаточно хорошо, чтобы понять почему, так что пока это останется ее секретом Вы предпочли бы что-нибудь другое, вместо молодежного центра? Во-первых, не будет здесь никакого молодежного центра Что бы он не обещал вам и местным жителям, это будет что-нибудь ужасное, возможно даже хуже, чем статуя Так что да, я предпочла бы что-нибудь другое Угу Например Рыбное хозяйство Я тут пообщалась с Лильен, и она подкинула мне идею Вся нужная инфраструктура здесь уже есть А при моих связях К сожалению, это одна из миллионов вещей, до которых у меня никогда не дойдут руки Мне пора признать, что я никогда не стану богатенькой альтруисткой, которая решает чужие проблемы деньгами Угу Так вы расстроены тем, что не можете купить это место? Да, мне жаль, что у меня никогда не будет на это времени Я всегда мечтала о рыбацкой деревушке на грани вымирания Она занимает оборонительную позицию Что на нее не похоже Населенные призраками и древними воспоминаниями Ну что, вам удалось узнать что-нибудь интересное? Так Конечно, детектив Ты всегда можешь уйти позже Если что-нибудь произойдет Теперь Много уроков в основной реалии Я думаю, что у меня не получится Я думаю, что у меня не будет Уйдай, спроси мне что-то Я рада, что у меня была поддержка Немного позже Так что я благодарю за просмотр До скорой встречи И пока-пока